Рио был печальным, жалким, уродливым неудачником, у которого не было друзей, потому что он тратил все свои деньги, подражая кумирам, и вел унылую, никчемную жизнь. В конце концов их удочерила директриса местной школы, где Катера работал няней для группы надоедливых детей с горячими молочными мамами, взволнованные тем, что у них наконец-то появится новая семья и им подружиться. Хорошее впечатление. Однако они были встречены неодобрительным взглядом старосты, так как она была сердита на них за опоздание. Она сразу же начала расспрашивать Рио о его навыках старшего брата и сказала ему, что в качестве платы за проживание с ней без арендной платы, Рио должен будет стать старшим братом. Новая няня, отвечающая за детский сад в школе. Он был шокирован этим заявлением, потому что надеялся, что сможет вернуться к своим старым привычкам. Но в конце концов он проникся этой идеей и даже сказал Сикаве, что будет лучшей няней для всех детей, чем довел до слез хромого секретаря, который вытер ему лицо салфеткой перед уходом. Рио новый сотрудник, и они испугались, когда Рио вошел, едва не выругался в адрес маленького дьявола, прежде чем встать, чтобы должным образом поприветствовать Рио и Китара. Юсейда попросила детей тоже представиться, и при этом они немного потанцевали. Но когда пришло время Китаса, чтобы защитить своего брата, вместо этого позволив детям избить его, и увидев, что все они были слишком дикими, чтобы с ними можно было играть, Китара отошла к ней девушкой. Киран, единственная девочка в группе, попросила Рио присоединиться к ее воображаемому обеду. Но как раз в тот момент, когда она собиралась убедить его подыграть ей, близнецы Такума и Кадзума разбросали всю еду по полу, заставив ее закипеть от гнева. Кадзума, самый плакса в группе, споткнулся и упал лицом вниз, преследуя своего брата-близнеца. И он уже готов был разрыдаться, как Джастин Тимберлейк, когда Рио и Такума подошли, чтобы утешить его. Но только он продолжал, но и время мамы приходили забрать своих детей, и Рио использовал это как возможность просто дети, но и их прекрасные мамочки тоже. Что он сказал? Все они улыбались и просили его как-нибудь зайти к ним в офис. Поскольку его мама была занята проверкой тестовых сценариев, брат Такой Хаэта заехал за ним вместо него. И когда Така попытался закатить истерику, чтобы остаться с Рио в детском саду, Хаэта сильно ударил его по голове, что привело в том, что брат Катара выглядел очень одиноким в углу комнаты. Рэ последовал, где встретил Хаэта, который проводил его в ближайшую детскую больницу. После того, как он оставил Таку с их мамой. По дороге туда Рио продолжал винить себя за то, что не уделял внимания своему брату, пока они были в детском саду. В больнице врач сообщил Рио, что лихорадка катера – это незначительная проблема, которая пройдет сама собой утром. И он вышел на улицу, чтобы сообщить своим родителям «узнайте о ситуации» по телефону. Но когда он вспомнил, что они погибли в авиакатастрофе, он расплакался. В этот момент появилась приема, что они оставались с ней. Рио был глубоко тронут этими словами, поэтому он вернулся в дом, чтобы найти катера, который плакал с тех пор, как проснулся, и приблизив его к себе. Они дали волю всем сдерживаемым слезам, накопившимся после смерти их родителей. На следующее утро старая сварливая председательница ворвалась в комнату Рио и накричала на него за то, что он ленив и попусту тратит ее время. Поэтому она велела ему встать с кровати и подготовиться к школе, добавив также, что все свои каникулы он проведет в детском саду. Чтобы отомстить ей, катера дернул ее за волосы и назвал лохматой старухой, поэтому она пригрозила сделать ему такую же прическу. Однако перед уходом она показала Рио его новую униформу. Хотя изначально он хотел управлять старой парой, и он был шокирован тем, что она потратила столько усилий на то, чтобы купить ему новую. Когда ему оставалось всего несколько месяцев до окончания средней школы. После того, как Рио отвез своего младшего брата в детский сад, он пошел в класс и заметил, что его одноклассники продолжали хихикать, когда он проходил мимо них. Пока он не встретил Хайета, который сказал ему, что это произошло из-за того, что дети следили за ним. Рио с удивлением спросил их, почему они не были в детском саду, и они сказали, что катера хотела последовать за ним, поэтому все они поддержали его. В этот момент они начали смущать его и начали просить поиграть с ними. Хайета пригрозил им своими железными кулаками. Его младший брат назвал его тупоголовым, после чего он убежал в слезах, пока случайно не столкнулся со злобной девочкой. Рио извинился, но свирепая леди этого не приняла, поэтому она спросила, почему он привел в свой детский сад, чтобы нарушить покой их школы. Однако это только напугало детей, и они побежали в сторону Рио. По-видимому, злой девчонкой была Амата из класса А, которая была самой блестящей девочкой в школе. Но ее действия заставили людей сплетничать о ее подлом отношении, говоря, что она была слишком строга к Рио. Тем временем, когда ребята добрались до детского сада, они встретили Юсейду, которая, как обычно, храпела. Хайета выдернул его из стороны грез сильным ударом. С другой стороны, детям все еще было грустно, и Рио пытался их подбодрить. Но когда пришел Амата, чтобы отнести таки обед, они в страхе убежали, крепко прижавшись к своему спасителю. Увидев это, Юсейда изобразил крик о несуществующей боли в животе и сказал Хайета отвезти его в кабинет медсестры. После чего он немедленно попросил Инамату помочь Рио присматривать за детьми, поставив ее в неловкое положение. Заметив это, Рио сказал ей, что она может уйти, потому что он может справиться с детьми один, но она сказала, что собирается помочь, так как Юсейда попросила ее об этом. Затем она предложила подержать ребенка на руках и, к сожалению, впала в неистовство. Малышка испугалась и начала плакать, и это заставило других детей объединиться против нее и отомстить, угрожая устроить ей самую сильную взбучку в ее жизни. Однако, как только она бросила на них очень мрачный и пугающий взгляд, они все в страхе бросились прочь, мгновенно отступив назад. Но это только расстроило ее, и ее глаза начали наполняться слезами. Когда Рио заметил это, он попросил детей извиниться за их плохое поведение. Но она сказала ему, что не хочет вынужденных извинений от избалованных сорванцов, и Рио улыбнулся, сказав, что они не были сорванцами. Это еще больше разозлило Ахмаду, и она швырнула в него игрушками, сказав, что он действительно нравится детям, в то время как ее все ненавидят. Потому что она была хороша только в учебе и ни в чем другом. В этот момент она расплакалась, и милые малыши подошли к ней, извиняясь за свое поведение по отношению к ней. И они тоже заплакали, поэтому она обняла их, и все они продолжали свое слезливое сборище, пока не заснули в теплых объятиях. Позже Катара был расстроен, потому что Така высмеял его за то, что он надел рубашку с изображением тигра, хотя на самом деле он никогда его не видел. Хаэто по своей обычной привычке без колебаний ударил своего младшего брата по голове своими железными кулаками, и это заставило Таку предположить, что его младший брат был убит. Старший брат ненавидел его. Усугубляя ситуацию, Хаэто холодно сказал, что он ему не особенно нравится или ненавидит его, после чего Така разрыдался, придя к выводу, что он ненавидит его. Он продолжал закатывать истерики, и его брат забрал его. Рио, с другой стороны, планировал сводить Катара в зоопарк позже в эти выходные. Но другие дети захотели присоединиться к веселью, и Узаида воспользовался возможностью подзаработать немного денег для себя. Дома Рио попросил разрешение у пожилой леди взять детей с собой в зоопарк, сказав ей, что он поговорил с их матерями, и она согласилась. Но отказалась платить ленивой Узаиде за работу в выходные дни. Она также отклонила приглашение Рио в зоопарк, назвав его вонючим местом, а позже Сейкава передала Рио их ланч-пакет вместе с деньгами от заведующей зоопарком. В зоопарке Усейда нашел другой способ обналичить деньги, и после отказа от денег, которые ему предложили, он сказал Рио, что продаст фотографии детей их соответствующим отцам. Тем временем Хаэта высадил Таку, потому что ему нужно было пойти на тренировку по бейсболу, поэтому они начали посещать животных, от милых слонов до страшных тигров. В то время как жадный до денег Усейда запечатлел все воспоминания. Позже они вместе пообедали, и после этого Катара указал на нескольких овец, назвав их лохматыми, потому что они напомнили ему прическу старой леди. Увидев птицу, Така сказал, что его имя переводится как название этой птицы. Но когда Рио указал на Сокола, что было значением имени Хаэта, Така агрессивно отрицал, что у него когда-либо был старший брат. После этого они посетили магазин игрушек, и глаза детей блуждали по всему, что они видели. Итак, когда Катара увидел игрушку, похожую на его лохматую старуху, он захотел такую же, и Рио пошел платить за игрушку, оставив Таку на попечении Изады. Пытаясь подбодрить Таку, Изада предложила подарить ему сувенир для его старшего брата. Но упрямый ребенок отказался от подарка. Однако, пока Изада не смотрела, ребенок увидел кого-то похожего на его старшего брата и побежал за ним. Рио вернулся и обнаружил, что Така пропал, и они отправились на его поиски. Тем временем Така обнаружил, что человек, которого он видел, не был его братом. Но он продолжал бежать, пока не споткнулся и не начал звать своего старшего брата. Именно в этот момент старший брат Хаэта пришел на помощь и обнял его, пока он плакал. Но это были короткие объятия, после которых железный кулак Хаэта заставил Таку извиниться за причиненные им неприятности. Позже все попрощались, и Рио похвалил Хаэта за то, что он появился. Таки было одиноко в его отсутствии, но он сказал, что пришел только потому, что получил взбучку от их матери за то, что она оставила его одного. Така тепло сказал своему старшему брату, что любит его, и Хаэта по своей холодной натуре ответил, сказав, что он тоже не испытывает к нему ненависти. Давая Рио понять, что Катера очень сильно его любит. В школе девочки обсуждали, кому из парней подарить подарки на День Святого Валентина, и спрашивали Юки, есть ли у нее на примете кто-то особенный, но она быстро ответила, что нет. Тем временем мальчики также обсуждали, получат ли они подарки, и им посчастливилось стать свидетелями того, как Хаэта вручили подарок. Подарок от девушки, но он наотрез отказался от него, что расстроило остальных. Пока они продолжали обсуждать подарки на День Святого Валентина, Рио задавался вопросом, как отреагировала бы строгая администрация Амады, если бы узнала, что ученики нарушают правила не дарить подарки. В то же самое время несколько девочек из класса Амады подарили подарки Яги, но затем она внезапно разозлилась и сказала им подумать о своих действиях. И они начали жаловаться, что она была холодной и недружелюбной. Однако Яги вмешался и успокоил их, заверив, что они могут предоставить ему возможность присутствовать позже вне школьных часов. И сказал Инамаде, что он заинтересован в вступлении в клуб нянь, потому что ему нравится заботиться о детях. Но когда он спросил ее, как присоединиться к группе, она огрызнулась и сказала ему, что ничего об этом не знает. Затем она ушла и начала думать, что она проклята и все будут ее ненавидеть. И из-за этого она боялась вступать в клуб нянь, опасаясь, что дети тоже будут испытывать к ней неприязнь. Но несмотря на свой страх, она вытерла слезы и решила оставаться сильной, сосредоточившись только на учебе. Йоги встретил Рио в комнате детского сада и сказал ему, что хочет стать няней. Но Рио растерялся и пошел звать остальных, а когда они прибыли, он представил всех Йоги. Йоги также представился сам. Но Рио вспомнил, что слышал имя Йоги как того, кого девочки называли самым красивым и крутым парнем. Однако Йоги скромно сказал, что Рио был более красивым, в то время как Хайта был намного круче, что привело Таку в восторг. В то время как другие дети присоединились к восторгу, осыпая их комплиментами, он продемонстрировал, насколько хорошо он ладит с детьми, вызывая восхищение и уважение Рио к нему. Еще сильнее. Тем временем в кафетерии Иномада подслушал, как некоторые ученики говорили, что Йоги лгал только о том, что ему нравятся дети, и у него были злые намерения по отношению к ним. Обеспокоенный безопасностью детей, Иномада поспешил в комнату дневного ухода. И как раз в тот момент, когда Йоги собирался сделать жуткое движение в сторону Катара, Иномада подоспел в самый последний момент, чтобы предотвратить дальнейшее пролитие крови. Однако она была потрясена, осознав, что Йоги всего лишь ткнул пальцем в милую щечку Катара. И в этот момент в комнату вошел еще один человек, и Ре спросила его, кто он такой. Этот человек представился как Недзу, и он продолжил рассказывать, что у Йоги был комплекс по отношению к детям, что делало его потенциально опасным для них. Рио и Узида собрали детей вместе, чтобы защитить их от него. Недзу выпроводил Йоги из комнаты, но он пообещал детям, что вернется, чтобы поиграть с ними в будущем, хотя в тот момент они настаивали на том, чтобы продолжать играть с ним. Несмотря на их просьбы, Недзу не позволил Йоги вернуться, поэтому дети обратились к Иномаде и попросили ее остаться и поиграть с ними. Но она внезапно стала серьезной и напугала детей до чертиков. Однако она изменила свое мнение и пообещала вернуться в другой раз с шоколадными конфетами, что сделало их всех счастливыми. После школы Рио проводил Амаду, когда она уходила, но затем внезапно попросил ее подождать минутку, пока он пойдет за чем-нибудь для нее. А когда он вернулся, они с Катару преподнесли ей подарок на День Святого Валентина. Она приняла подарок, но не могла не пожаловаться, что это по-прежнему противоречит правилам. Но Рио сказал ей, что по его мнению у нее действительно доброе сердце, и что это ему в ней действительно нравится, прежде чем быстро убежать. Лицо Ахмады покраснело от смущения из-за его доброго жеста, но неизвестный им кто-то, притаившийся за углом, собирался неверно истолковать все это. Ситуация. На следующий день в школе мальчики должны были надеть шорты для занятий физкультурой, но все они дрожали от холода, за исключением одного. Хаэта. Рио спросил его, как ему удается сохранять тепло, и Хаэта ответил, что он просто терпит это. Что заставило других мальчиков спросить, не был ли Хаэта роботом, замаскированным под человека. В этот момент Юсейда приехал с детьми на тележке, и они взволнованно соскочили с нее и бросились навстречу Рио, предлагая ему поиграть с ними. Внезапно его замерзающие друзья окликнули его, давая понять, что они ждали его, и он ему было жаль, что он впустую потратил их время. Но они заверили его, что извиняться не нужно. У них была другая идея, которая заключалась в том, чтобы использовать детей в качестве естественных согревающих пакетов, чтобы они могли согреться. Но посреди всего этого хаоса Такума заполз в ближайший куст и был неожиданно схвачен Бабой Егой. Рио немедленно начал действовать. Однако Хаэта быстро понял, что Рио не успеет добраться до него вовремя. Он запустил ботинком в похитителе, мгновенно уничтожив его. Маска была снята, и Рио спросил Такуму, знает ли он этого человека, но к его удивлению, Такума радостно сказал, что это его отец. Они быстро отвели его в комнату дневного ухода, где он представился как Касук, отец Такумы и Кадзумы, и они извинились за то, что приняли его по ошибке. Как врага, но спросил, почему он должен носить шляпу и солнцезащитные очки. Юсейда объяснил, что Касук был актером, который пытался избежать скандала со своими поклонниками, но они упомянули, что никогда раньше не видели ни одной его рекламы. Что заставило его понять, что он не очень популярен, и поэтому он отступил в угол. Чувствуя себя совершенно несчастным, Рио подошел к нему и спросил, зачем он проделал весь этот путь, и он объяснил, что хотел увидеть своих детей. Но ему казалось, что они не хотят его видеть, и забыли, что он их отец. Рио заверил его, что это не так, сказав, что он должен остаться и поиграть с ними, чтобы укрепить их связь, на что он согласился. Он пошел за Такумой и Кадзумой и передал их отцу, но когда Кадзума оказался в его объятиях, он начал плакать, что привело его в еще большее уныние. Но Ре остановил его и объяснил, что Кадзума не очень хорошо его знал, вот почему он плакал. Но Хаэто указал, что слова Ре не улучшают ситуацию. Ре призвал отца не сдаваться и предложил ему провести весь день с детьми, а Хаэто добавил, что он ставит себя в неловкое положение перед детьми. Они все начали смеяться над ним, называя его плаксой, что еще больше усугубило его ситуацию. Однако Министерство сельского хозяйства США заверило его, что все в порядке, потому что дети узнают, что у взрослых есть недостатки. Но Ре не согласился с точкой зрения Министерства сельского хозяйства США. После некоторого выздоровления отец попытался сблизиться с детьми, катая их на спине, играя в лошадки и все такое прочее, но, к сожалению, все его усилия закончились неудачей. Они начали перешептываться между собой, пытаясь понять, почему дети так сильно ненавидят своего отца. Но он подслушал их разговор и сказал им, что все в порядке, извинился перед Такумой и Кадзумой за вторжение в их жизнь и поблагодарил всех за помощь, прежде чем принять решение уйти. По пути к выходу он столкнулся с девушкой, которая мгновенно узнала в нем известного актера и выкрикнула его имя, заставив всех выйти из своих укрытий и броситься к нему, прося автограф. Среди всего этого хааса отец мог слышать только один голос – голоса его собственных детей, Такумой и Кадзумой, которые умоляли его не уходить. Он изо всех сил пытался протолкнуться сквозь толпу, чтобы приблизиться к ним, но влюбленных девочек-подростков было слишком много. Как раз в этот момент появилась мать-близнеца Юми и приказала всем отойти в сторону в целях их безопасности, пригрозив вызвать заведующую кафедрой. И все немедленно подчинились и побежали в класс. Юми подошла к нему и объяснила, что причина, по которой дети боялись его, заключалась в том, что у них был «все смотрели фильм», где он сыграл роль очень плохого персонажа. На вопрос, почему она показала им такой фильм, она сказала ему, что дети всегда просили показать его лицо по телевизору, и она заверила его, что он выглядел очень круто в фильме. Дети дергали его за одежду, в конце концов разрешив ему поиграть с ними. Переполненный радостью, Касук плакал от радости, обнимая своих детей. Рио и Катару наблюдали за разворачивающейся трогательной сценой, чувствуя себя тронутыми и счастливыми за них всех. Ясным весенним утром Рио готовился к своему эпическому первому дню в старшей школе и когда его родители уехали. Он был предоставлен самому себе, чтобы справиться со сложным лабиринтом старшей школы. Желая привлечь больше членов в клуб «Нянь», он решил сделать плакат. Но там не осталось места. Когда он входил в детский сад, Катара медленно подбежал к нему. Но другие дети были очень быстры, прыгая на него и оставляя Катара с плакатом на лице. Юсейда дразнила Рио за его дурацкий плакат и попросила его присоединиться к ним в эпическом приключении по другим клубам, и он неохотно согласился. Но чувствовал себя неловко, следуя за ними, танцующими по всему клубу. Холлы. Первой остановкой был драматический кружок, и Керан быстро открыла дверь. Но пришла в ужас, когда ее мать Йоуи поприветствовала съемочную группу, одетую как жуткое привидение с интересным макияжем. Она пригласила Рея в драматический кружок. Но как раз в тот момент, когда он был готов влюбиться в ее актерское мастерство, он заметил, что другим участницам промывают мозги с помощью той же маркетинговой техники. И он твердо придерживался своей цели стать няней номер один. Желая удовлетворить своих пристрастий к сладкому, вся банда отправилась в кулинарную комнату, отделившись от Рио и Узаиды, в надежде попробовать божественное печенье. Однако им пришлось подождать, пока приготовится следующая порция печенья, и когда Ахмада заметил детей. Они сказали, она разозлилась на Рио за то, что он позволил им беззаботно бегать вокруг. Принося извинения за то, что прервал его тренировку, Рио наблюдал за тем, как участники весело проводили время вместе. Дети спросили, куда они собираются идти дальше, и Рио решил разместить плакат клуба и попросить Узаиду позаботиться о детях. К его удивлению, когда Катару пригласили присоединиться к нему, он покачал головой, предоставив Рио одному подойти к доске объявлений. Чувствуя, что Катаре будет лучше без него, Рио тихо сел, охваченный грустью, после попытки повесить плакат в углу доски объявлений. Только через несколько мгновений к нему подошел Хаэта, который спросил, может ли он присоединиться к клубу, сказав ему, что его младший брат нанял его, чтобы предложить помощь. Рио открыл глаза, почувствовав что-то тяжелое у себя на груди. Только для того, чтобы обнаружить, что Катаро крепко спит, и когда он осторожно разбудил Катаро, то заметил, что его голос изменился. Но в этот момент в комнату ворвалась председательница, заставив его встать, и она ахнула, когда Ре внезапно рухнул на пол. Изо всех сил, пытаясь оторвать Катаро от своей груди, постоянно падая, Сикаво дразнил Ре своим новым голосом, говоря, что половое созревание наконец-то наступило. Но председательша ударила его тростью по голове за его ужасный юмор и неподходящее время и попросила принести градусник, одновременно проинструктировав Ре. «Отдохни, прежде чем оттаскивать Катаро от него». Катаро последовал примеру старушки, назвав ее лохматой овцой, и они решили приготовить лекарство для его больного брата, которое уменьшило бы его лихорадку и вернуло бы ему хорошее здоровье. Когда Катаро нарезало лимон, он поверил, что она леди-демон, и что она заставляет его работать на нее и выжимать сок в чашку. Однако его маленькие пальчики годились только для того, чтобы держать Рео за руки, и когда она предложила помочь, он отказался, так как в соответствии с руководящими принципами ТОП-Джи. В конце концов, ему удалось собрать достаточно, чтобы в чашку попала одна капля, и председатель попросила его наполнить чашку достаточным количеством жидкости. Сок покрывал дно, поэтому Катаро продолжал выжимать сок с помощью своей новой техники чакры. После того, как он наконец высосал последний кусочек сока из лимона, он случайно опрокинул его, когда вставал. В результате чего председательница протянула ему оставшуюся половинку лимона, поощряя его попробовать еще раз и втайне восхищаясь его решимостью. Пока Рео спал, ему приснился плохой сон на его семье, где родители оставили его и забрали Катаро с собой. Проснувшись, Рео обнаружил, что Катаро склонился над ним, который помог вытереть слезы, текущие из его глаз, но его руки оставили жгучий след от лимонов. Он выжимал все возможное, чтобы Рео стал лучше. Председательница вручила Рео лекарства, которые они с Катаро приготовили, и пока Рео благодарил небеса за то, что они не забрали его младшего брата. Катаро улыбнулся, а Рео погладил его по голове, так как он был счастлив, что наконец-то снова воссоединился со своим старшим братом. Однако Катаро пришел в замешательство, когда председатель подняла его и объявила, что он должен уйти. Несмотря на то, что он сказал ей, что Рео принял эликсир, который он приготовил, она все еще настаивала на том, что его брату нужен отдых, желая уберечь Катаро от простуды. Рео сказал ему терпеливо ждать, пока он не подхватит простуду. Выздоровев, он погрузился в спокойный сон. Однако Катаро свернулся калачиком под стулом, отказываясь что-либо есть или разговаривать с кем-либо, пока его брат не встанет с постели. Икари отвез Мидори в детский сад вместе с Рео, который сказал Катаро, что они вместе почитают книжку с картинками, ожидая остальных, когда Мидори бросит книгу. Бомба. Он хотел обезвредить бомбу, но заметил, что больше не было никаких ударов по заднице, когда ребенок подполз к двери, но был встречен Ануи. Его лицо исказилось от отвращения из-за запаха, и он упал на землю, а Рео и Катаро в шоке наблюдали за этим. Студент продолжал жаловаться, называя Мидори фабрикой по производству какашек, а Катару космическим курсантом. Но Рео не собирался этого терпеть, и он встал на защиту своего младшего брата, прежде чем спросить о его отношениях с Мидори. Он сказал им, что пришел сюда, чтобы мельком увидеть свою будущую дочь. И когда Рео запаниковал, Инуи рассмеялся, сказав ему, что он никак не может понять, учитывая его отсутствие о романтическом опыте. Перед тем, как выйти из комнаты, пара выглядела удивленной тем, что он не узнал свою будущую дочь. Позже Юсейда попыталась привлечь внимание Рео, потому что он был погружен в свои мысли. Я сказал ему, что он спал с открытыми глазами, как сторожевой пес. И хотя он извинился перед Катаро за то, что не прочитал ему книгу, он пообещал сделать это после урока. Рео спросил у Зиду об отце Мидори, который сказал ему, что отец Мидори был на охоте за сокровищами за границей, и это привело его в ужас от возможности того, что Юкори изменяла ему. Внутри Юи. У Заиды игриво спросила, отдает ли он предпочтение зрелым женщинам с большими дынями, но Рео решительно это отрицал. Обратившись к Хайта за советом, он сказал ему, что это было решение пары, но Рео посчитал, что это несправедливо по отношению к ребенку. Несмотря на это, Хайта стоял на своем, настаивая на том, что он не вмешивался в романтические отношения между взрослыми. Заставляя Ре принять его решение, даже несмотря на то, что Мидори получит больно. Как детектив, Ре начал задумываться о своем недостатке романтического опыта, когда вспомнил, как другие хвалили Юки за то, что она выглядела как настоящая девушка. Богиня, и когда он посмотрел на нее, хотя ничего не почувствовал, она превратилась в краснеющий помидор. Рио случайно столкнулся с иномадой в коридоре и получил нагоняя за то, что не следил за своими шагами, но ему нужен был совет. Поэтому он спросил иномаду о ее мнении о запретной любви. Она сказала ему, что мошенники заслуживают того, чтобы их вешали, и, услышав эти слова, он спросил, была ли она когда-нибудь влюблена в кого-нибудь. Но иномада только жала кулаки, прекрасно понимая, что ее жизнь была скучной. Вернувшись в детский сад, Рэй обнаружил, что озорные дети пускают сопли на испуганную Инуи, в то время как Юсейда расслабленно лежала, а Катара протягивал книгу о Золушке. Рэй немедленно собрал детей и дал им салфетки, чтобы они сморкали сопли. Но Инуи встал, как тигр, готовый наброситься на него. Его добычу и сказал ему, что человек, которого он назвал фабрикой какашек, на самом деле Мидери. Инуи почувствовал, что ему солгали. Но Рио защищался, говоря, что погоня за запретной любовью – это неправильно. С чем Инуи согласился, демонстрируя свое бесконечное уважение к замужним женщинам, он сказал ему, что ее муж находится на небесах. Якури зашел в детский сад. Он увидел Инуи, но не смог вспомнить его имя. Покраснев от смущения, Инуи собрался с духом, чтобы подойти к Юкари, но прежде чем он смог заговорить, плач Мидери прервал его. Юкари, утешая свою дочь, рассказала, что ее муж, который уехал на поиски сокровищ, скоро вернется. Юи была слишком потрясена, чтобы что-либо сказать, но все же предложила присматривать за Мидери всякий раз, когда Юкари и ее муж захотят провести время вместе. Когда Инуи плакал в углу, дети игриво атаковали его. Что привело к тому, что он набросился на Юсейду за участие в этой ситуации, предупредив его, что он стал бы объектом насмешек. Комнату наполнил смех Инуи, пытающегося скрыть свою боль, когда Рио представил себе чувство потери любви, надеясь найти свое собственное романтическое счастье. Рио и дети были поглощены своей ролевой игрой, но Керан была так сосредоточена на своей картине, что не обращала внимания, потому что это было невозможно. Я чувствовал себя по-детски. Керан показала им свой рисунок с изображением ведьм и сказала, что если они все будут усердно учиться, то смогут стать великими ведьмами, но Така взорвался. Така, 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 говорили, что ведьмы — это большая выдумка. А супергерои — единственные настоящие люди, обладающие сверхспособностями. После ссоры они устроили состязание в гляделках, и когда катер попытался остановить их, они оттолкнули его, в то время как двое обменялись ударами. На следующий день Така принес фотографию супергероя, держащего его на руках, чтобы показать остальным, что супергерои на самом деле существуют. Он указал на Керан, попросив ее предоставить доказательства того, что ведьмы действительно существуют, но она не хотела проигрывать пари, поэтому сказала им, что собирается полететь. Керан была полна решимости летать на метле, и она тренировалась на улице, но так и не верила в свои шансы. И попросил остальных прийти поиграть в героев в закрытом помещении, в то время как Керан остался тренироваться. В поисках совета Хаэта посоветовал Рио рассказать Мидери правду. Он считал неправильным разрушать детскую мечту. И когда он напомнил Хаэта о своей мечте создать исчезающий шар, он сказал ему, что его мечта на самом деле осуществима, в отличие от мечты Керана. Подслушав их разговор, Инамада спросила, не случилось ли чего с детьми, но Хаэта высмеял ее и спросил, не хочет ли она присоединиться к их разговору. Она сердито ушла, когда Рио остановил ее, чтобы посоветоваться, и, к их удивлению, она предложила принести документы и материалы, когда они освободятся. Во время обеда она принесла книги, в которых рассказывалось об исторических свидетельствах. Но когда Рио взглянул на них, он почувствовал, что это не то, что нужно знать детям, и расстроенный Инамада выбежал из класса. Думая о решении, его мысли обратились к руководительнице, представив ее ведьмой, прежде чем отправиться в библиотеку, чтобы найти ответ. Тем временем Юсейда пыталась заставить маленькую ведьму вернуться внутрь, но она по-прежнему была полна решимости не проиграть пари, и она заметила выступ, который соблазнил ее спрыгнуть вниз. Рио подошел к детскому саду, держа в руках книги о ведьмах, и когда он увидел, что Керан собирается прыгнуть, он уронил свои книги, бросился ей на помощь и поймал ее на полпути. Обеспокоенный ее безопасностью, он спросил, все ли с ней в порядке, но Керан разрыдался, когда Рио обнял ее. И, размышляя о совете Хаэта, он почувствовал себя виноватым за то, что не сказал ей правды. К ним подошла председательница и спросила, почему Керан плачет. Маленькая мисс-подражательница сказала ей, что она не умеет летать на метле. Поэтому председатель сказала ей, что ей еще на сто лет рано учиться такому трюку. Глаза Керана расширились, когда она спросила, умеет ли председатель летать на метле. И с загадочной улыбкой председательша предоставил это воображению Керана, прежде чем пригласить их войти внутрь. В детском саду Тако предложил поиграть в ведьм, но также указал на необходимость совместной игры в героев. Закрепляя белье, Ре заметил, что Катера наблюдает за муравьиным роем, и предупредил его, чтобы он оставался на территории, но все же позволил ему поиграть. Когда появился Катера, держась за веревку. Нога Рио куда-то указывает. Вскоре они наткнулись на Кичи, который убежал из дома и застрял в кустах, и когда Ре попытался помочь ему выбраться, Кичи сердито оттолкнул его руку. Этот поступок поверг Катара в шок. Но Ре быстро успокоил своего младшего брата, сказав ему, что он цел и невредим. Заметив сходство, Ре спросил не брат ли он Недзу, на что тот молча кивнул и спросил, откуда он знает своего брата. Ре сказал ему, что они учились в одной школе, и когда он спросил, не случилось ли чего дома, Ким Чи промолчал. Ре попытался предложить поддержку, установив связь посредством общения, но бдительный Кичи спросил, почему Ре стирает белье, несмотря на то, что живет в богатой семье. Покраснев, он сказал ему, что они больше похожи на нахлебников в доме председателя, прежде чем быстро вернуться, чтобы закончить стирку. По дороге Ре понял, что у него нет номера Недзу, и он не может ему позвонить. Но когда они прибыли, то обнаружили, что Яги держит Катара за щеки, а из носа у него течет кровь, в то время как Амадо угрожает вызвать на него полицию. Рио был удивлен, узнав, что они знакомы, и был рад, что она не была одиночкой. Указывая на Рио. Когда Амадо захотел узнать, почему он пригласил Яги к себе домой, Рио сказал ей, что Недзу не смог прийти из-за работы, поэтому вместо него пришла Яги. Однако Амадо сказал им, что работа «Неполный рабочий день» противоречит правилам Академии Мауринамия. Но она не могла не быть впечатлена способностью Недзу преуспевать в учебе во время работы. И Амадо узнал, что ему было разрешено содержать свою семью из восьми человек, и это заставило ее отругать Кичая, который отказался идти домой или говорить о своей ситуации, прежде чем назвать его избалованным ребенком, причиняя неприятности своей семье, убегая из дома. Когда Кичай расплакался, он сказал им, что просто хотел проникнуть в дом председателя, надеясь найти видеоигры. Но Рио почувствовал более глубокий смысл за его словами, и когда Амадо спросил, не сбежал ли он из-за простой игры, Цукичи выскочил из-за двери. Кусты. Защищая право детей владеть всем, что они пожелают, он сказал им, что друзья Кичая продолжают дразнить его, потому что он не хочет этого делать. У него не было видеоигр, и несмотря на трудности в его семье, он все еще любил их, но ненавидел тот факт, что они были разорены. Вспомнив знакомую ситуацию, которая произошла с ним в начальной школе, Еги рассмеялся. И как раз в тот момент, когда Амадо собирался отругать его, он рассказал ему о популярной видеоигре, которой все увлекались, но Недзу был волком-одиночкой, которому не хватало средств, чтобы владеть ею. В своих воспоминаниях он предложил Незу позаимствовать его видеоигру, чтобы поиграть с ней, но тот отказался. Сказав Еги о своей решимости создать любую игру, в которую он захочет играть, и с этими словами Еги подумал, что он крутой. Когда Кичай почувствовал себя подавленным из-за того, что не знает, как создавать игры, Еги вмешался, чтобы подчеркнуть, что делает его брата крутым. Это был тот факт, что он родился в семье, где для него ничего не покупали, и это заставило Кичи осознать, насколько трудолюбивым был его брат. Вдохновленный этой историей, Кичи наконец решил выйти в свет. Когда оба брата вышли из кустов, Кичи рассказывает Инамаде о своем новом решении усердно трудиться, как и его старший брат. И когда они уже собирались уходить, входит Недзу с коробкой Манджу. Он извинился перед Ре за свои неприятности и вручил им коробку, а когда Ин Мамата спросила, почему она тоже купила такую же, Недзу сказал им, что она понравилась его братьям. Мальчики извинились за то, что побеспокоили Недзу, который простил их и дал Кичаю игру, которую он хотел, потому что он взял дополнительные смены, чтобы позволить себе это. Благодаря подсказке Цукичи и их отцу, предоставившему деньги. Юсейдо дразнил детей, держа игрушечную машинку так, чтобы они не могли до нее дотянуться, и спрашивал Рио, почему он не может прийти на обед. Он сказал ему, что ему нужно закончить свой доклад по химии, умоляя Юсейдо не запугивать детей. Когда Рио уходил на урок, он оставил свою коробку с завтраком, и голодные дети уставились на него. Но Юсейдо извинился, заявив, что не может позволить им съесть это. Он чувствовал, что Рио скоро заметит это и вернется за своей коробкой для завтрака, но он был очарован блеском в глазах китара, когда мальчик натянул штаны. Рио, демонстрируя свое желание доставить обед своему брату. Надев бирку с именем своего брата, Катара вышел из детского сада один, а Юсейдо наблюдала за ним, беспокоясь за его безопасность. И Нуи чувствовал себя одиноким и пытался забыть о своих чувствах к Юкори, но он был застигнут врасплох, когда фотография его потерянной любви была помещена в качестве трофея. Когда Катара шла по коридорам, ученики заметили это и начали перешептываться между собой. И все же, несмотря на их предложение помочь, Катара был полон решимости сам отнести обед своему брату и доказать, что он самостоятельный человек. Расстроенный отсутствием вмешательства студентов, И Нуи размышлял о том, как он в конечном итоге присматривал за ребенком, выполняя это поручение. И наблюдал, как Катара брал его на себя. Его первый шаг вверх по лестнице. Рио в замешательстве рылся в своей сумке в поисках забытого обеда, когда к нему подошел Хайта и спросил, что случилось. Но его слова были непонятны, так как Рио напомнил ему, чтобы он не разговаривал с едой во рту. Он решил сбегать в детский сад перекусить, прежде чем приступить к своему отчету. Только для того, чтобы Юки предложила ему свой собственный обед, заявив, что она на диете. И настаивая на том, чтобы он съел его, даже после того, как изначально отказался от ее предложения. Катаро с трудом поднимался по лестнице, пока Иную молилась о вмешательстве ямы, но двое студентов случайно сбили его с ног, вынудив уронить коробку для завтрака и упасть. Коробка для завтрака покатилась вниз по лестнице, пока Иную с бумажным пакетом на голове не поймал ее как раз вовремя, и он быстро починил коробку для завтрака и вернул ее Катара, который с благодарностью поблагодарил его. Когда Иную решил остаться рядом с Катаро, помогая ему подниматься по лестнице, он понял, что никогда не смог бы работать так усердно, как Катара. Несмотря на дискомфорт, вызванный потреблением всей еды, которую ему предоставили одноклассники, Рио закончил свой отчет, и как раз в тот момент, когда он собирался уходить. Один из них, один из его одноклассников, сказал ему, что Катара стоял у двери, держа в руках свой обед. Рио спросил, принес ли Катара обед ему одному, в то время как Саджанума спросил, не остался ли Рио все еще недоволен. Хаэта запихнул свой хлеб в рот, заставляя его замолчать. Солгав Катара, Рио надеялась, что он простит его, и отвела его на лестничную клетку, где они вместе поели, пока их одноклассники наблюдали за происходящим. Когда Рена сказала Юке, что ее настоящий соперник Катара, Юке покраснела и сказала, что сидит на диете. Открыв коробку для завтрака, Ре обнаружила, что в ней беспорядок, что разочаровала Катара. Однако Ре не позволил этому испортить их обед и накормил его рисом, празднуя успех сольной миссии Катара. Когда друзья спросили Юке, нравится ли ей Рио, у нее внезапно подскочила температура, и все мальчики уставились на нее с подавленным видом. В результате у нее не было другого выбора, кроме как признать, что у нее есть чувство к нему, и ее друзья поддержали ее, сказав, что он действительно хорош собой. Конские хвосты наводили на мысль, что Хаято тоже был крутым парнем, но тем не менее она все равно предпочитала Рио. Услышав это, Юке подумала, что ее друзья станут ее соперницами. Но они успокоили ее, чтобы она не волновалась, и сказали, что Ре может быть полностью в ее распоряжении. Юке была сбита с толку и сказала им, чтобы они ничего не скрывали из-за нее, но они настояли на том, что не будут вмешиваться. Упоминая, что любой, кто хочет добраться до сердца Рио, должен пройти мимо его младшего брата первого, а также мимо Амады из класса одаренных. Они высмеивали Инамаду, говоря, что она была слишком серьезной, и у нее вообще не было личной жизни. Но они этого не знали, она просто случайно проходила мимо двери, и застала их на месте преступления, отчего их лица посинели. Но прежде чем она успела что-то предпринять, ее прервал Рио, который только что появился в дверях. Однако это не помешало ей показать свое самое пугающее лицо и наброситься на них за то, что они не закрыли двери, прежде чем заняться мелкими сплетнями и оставить всех в изумлении. Хаэто сказал Рио, что у него на заднице были наклейки, и он удивился, как это дети наклеили их на него так, что он этого не заметил. Девочки подумали, что Рио выглядит круто с наклейками на ягодицах, что заставило других парней задуматься, что же на самом деле девушки считают зеленым флагом для мужчин. Тем временем дети в комнате дневного ухода выполняли задание сделать так, чтобы Юсейда выглядела круто сверху. Поэтому они экспериментировали с различными наклейками на нем. И поскольку иномада продолжала думать о том, что она слышала от девочек, она признала, что это правда, но не могла перестать думать. Все время о Рио. Она вспомнила тот случай, когда он подарил ей подарок на День Святого Валентина, и ее лицо внезапно изменилось в цвете. Двое детей подошли к ней и спросили, не думает ли она о парне. А она огрызнулась и сказала им, чтобы они не лезли не в свое дело, в результате чего девочка рассердилась. По плаче скажи ей, что она была грубой. Но она настаивала на том, что то, чем она занималась, их не касалось, и удивлялась, почему их не было в комнате дневного ухода. Она спросила, не заблудились ли они, но они сказали, что на самом деле пришли поиграть с ней. Услышав это, иномада упала на колени и поблагодарила доброту детей за то, что они подумали о ней. Но она сказала им, что у нее нет времени играть, и Керан снова заплакал, спрашивая, почему она никогда не приходила к ним повидаться. Иномада сказал, что это из-за него, но когда маленькая девочка спросила из-за кого, все ее тело покраснело, и она не смогла ответить. Девочка подумала, что иномада на самом деле ненавидит Рио, и она сказала Катара пойти с ней, чтобы они могли придумать план, как сделать так, чтобы иномада действительно ненавидел Рио. Амада понимала, каким милым человеком был Рио, и надеялась, что он начнет ей нравиться. Они пригласили Амаду присоединиться к ним, и Керан отправил Катара с особой миссией, которую тот немедленно выполнил. Он вошел в класс Рио, притворившись потерянным, и Рио подхватил его на руки и тепло обнял, что вызвало у девочек трогательные эмоции. Керан сказал в Амаде, что это было проявлением доброты и принятия Рио, но в Амаде сказали, что он был немного-немного чересчур любезно. Услышав это, Керан вбежал в класс, чтобы доказать, что Рио тоже иногда может быть строгим, и чтобы добиться этого, она заплакала и сказала ему, «Я знаю, что Рио может быть строгим». Он хотел, чтобы она была хорошей девочкой, но ее план провалился, когда вместо этого Хаэта ударил ее. Она плакала на взрыд, Рио взял ее на руки и утешил, но она продолжала настаивать на том, что он должен был ударить ее, чтобы иномата понял, каким строгим он может быть. В этот момент в класс ворвалась иномата, чтобы положить конец всей этой драме, сказав, что этого было достаточно и что она доказала свою точку зрения. И ясно дав понять, что она не испытывает особой ненависти к Рио, поскольку это было просто недоразумение. В этот момент Керан задал главный вопрос перед всеми, спросив в Ахмаде, нравится ли ей Рио или нет. Все с нетерпением ждали ее ответа, а она сказала, что он ей определенно не нравится, и выбежала вон. Рио побежал за ней и схватил ее за руки, но пока все с нетерпением наблюдали за происходящим, он внезапно стал придурком и сказал ей, что у нее на юбке наклейка. И в этот момент все поняли, что он был полным тупицей без какого-либо чувства эмоционального интеллекта. Позже Керан объяснил Ре все, что произошло, и сказал ему не злиться на нее, но он просто поблагодарил ее. Однако, когда Юсейда спросила иномату, что она о нем думает, она сказала, что считает его плохим человеком, и все дети присоединились к ней. Сказав, он определенно был плохим человеком, что заставило Рио рассмеяться в ответ. На следующий день Мамазука пришел в детский сад наедине с Такумой, и увидев это, Рио спросил его о Кадзуме, но ему сказали, что у него простуда и что его мама заботится о нем. Мамазука беспокоился, что Такума будет чувствовать себя одиноким без своего брата, но Такума казался счастливым и забавлялся. Хотя он считал, что Такума всего лишь пытается скрыть свое одиночество, притворяясь счастливым. Юсейда подошел к Рио и предложил им поспорить на 100 иен, что с Такумой действительно все в порядке, и они согласились. Когда они спросили Такуму, он сказал, что чувствует себя прекрасно и бодро, поскольку пообещал своему брату не грустить, в результате чего Мамазука похвалила его за храбрость. Юсейда попросил у Мамазуки выигранные 100 иен, но вместо этого Мамазука вручил ему подарочную карту на 500 иен с его фотографией, сказав, что на нее он может купить много приятных вещей. Рио напомнил Мамазуке, что ему нужно идти на работу, и он согласился. Но перед уходом он попросил их позаботиться о Такуме и позаботиться о том, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Однако, когда Мамазука пошла попрощаться с Такумой, появился Хаэта, и Такума подбежал к нему. Увидев это, Мамазука расплакалась. Чувствуя, что его сын любит кого-то другого больше, чем его, в конце концов он ушел, и Такума радостно попрощался, зная, что не увидит своего отца еще некоторое время. Пока. Така хотел поиграть с Катара, но Такума не отпускал его, и в результате Така попытался удержать его. Катара схватил его за руку, чтобы оттащить в сторону. Но Такума вцепился в него и начал тянуть с другой стороны, что заставило Рио запаниковать и закричать, чтобы они остановились. «Играешь так грубо». Така внезапно встал и сказал Такуме, что им нужно побороть простуду, чтобы с его братом все было в порядке, и Такума сразу же одобрил эту идею. Они взобрались на Юсейду и избили его, и он не мог не задаться вопросом, как победить простуду Кадзумы означало избить его самого, не оставляя ему иного выбора, кроме как позвать на помощь. Хаэта и Рио решили, что пришло время для занятий, и оставили его одного разбираться с детьми. Но он рухнул на землю, сказав, что не справится с этим. По дороге в класс Рио задавался вопросом, сможет ли Такума справиться с отсутствием своего брата, но Хаэта заверил его, что с Такумой все будет в порядке, так как у него есть другие дети, с которыми он может поиграть. Однако Хаэта на самом деле беспокоился о Кадзуме, потому что тот был одинок и болен. И Ре начали осознавать, насколько близки были Такума и Кадзума раньше. На уроке он случайно сказал вслух, что они никогда не хотели расставаться, что заставило Юки задуматься, кого имел в виду Ре и не хотел ли он никогда с кем-то расставаться. Во время дневного сна Такума попытался связаться со своим братом, но в итоге у него оказались чулки Такой, и это заставило его осознать, насколько он по-настоящему одинок. Поэтому он вышел из комнаты, пока остальные спали, за исключением Катара, который его увидел. Катара отправился на поиски Рио и сообщил ему, что Такума сбежал сам по себе, и они искали его и нашли сидящим в полном одиночестве. Такума спросил, все ли в порядке с его братом, и Рио заверил его, что с его братом все будет в порядке и ему ни о чем беспокоиться. Но как раз в этот момент появилась их мать с Кадзумой на руках, окликнула его брата и сказала, как сильно он по нему скучал. Переполненный эмоциями, Текума упал на землю и заплакал, увидев, что его брат в безопасности, а их мать держала их обоих в своих объятиях. Юсейда пришел и сказал, что он позвонил ей, потому что видел, что Такума делает это, и в конце концов семья попросила его помочь. Они попрощались, когда уходили. На следующий день Ри открыл свой шкафчик для обуви и обнаружил необычное письмо, но Юзукава сразу же принял его за любовное послание и поднял шум. Хвостик наблюдала за происходящим издалека и спросила Юки, не она ли подкинула письмо в шкафчик Ри, но Юки отрицала это. Итак, Хаэто забрал письмо и начал исследовать его, но Ри сказал ему вернуть его. Однако Хаэто заверил его, что он не будет вскрывать его письмо. Как раз в тот момент, когда Рэ собирался открыть письмо, Инамада прервал их и предупредил, чтобы они не слонялись без дела, так как они загораживают путь. Но несмотря на то, что его прервали, Юзукава начал читать письмо, в то время как Рэ и Инамада все еще смотрели друг на друга. Они были потрясены, услышав признание девушки, которая глубоко любила Рио и не могла спать ни днем, ни ночью, потому что не могла перестать думать о нем. Хаэто неожиданно заметил, что никто по-настоящему не спал днем. Но в письме также говорилось, что девочка будет ждать его за зданием школы на следующее утро, и, услышав содержание письма, Рио сильно покраснел. Юзукава спросил, нравится ли ему эта девушка, но Рио ответил, что никогда раньше не получал любовных писем, и ему нужно время, чтобы подумать, прежде чем отвечать. Когда он собрался уходить, Юзукава заметил, что на нем все еще были домашние туфли, заставив его осознать, насколько он смущен, и как таковой ему даже было трудно нормально ходить. Он не мог сосредоточиться в течение всего дня, так как постоянно краснел, и другие дети быстро заметили это и постоянно спрашивали его, почему он покраснел. Юсейда спросила, не простудился ли он и не нужно ли ему проверить температуру, но он сказал, что с ним все в порядке. Его младший брат по доброте душевно исходил за одеялом для него. Но Рио заверил их, что с ним все в полном порядке и им ни о чем беспокоиться. Однако в течение дня у него были проблемы с выполнением своих обязанностей должным образом. Вечером Сикава поздравил его с недавним достижением, в результате чего председатель спросила, о чем они говорили, и Сикава сказал, что Рио получил любовное письмо от девочки из школы. Председательница спросила Рио об этом, но он быстро перевел разговор на аппетитную миску с красным рисом, стоявшую на столе. И председательница потеряла к нему интерес и приказала ему идти спать. На следующий день Рио вышел пораньше, чтобы встретиться с девушкой в условленном месте, и хотя ему было любопытно узнать, кто это был, он решил отказать ей и подумал о том, как это сделать, чтобы не показаться грубым. И Намада и Юки тоже вышли пораньше, им не терпелось посмотреть, что будет дальше, и так совпало, что они встретились по дороге. И как раз в тот момент, когда Юки спросила Ина Амаду, почему у нее покраснело лицо, Ре подбежал и схватил Амаду за руку, спрашивая, не видела ли она его маленького сына. Брат. Он объяснил, что после того, как он отпустил его, он внезапно исчез. Они сказали, что вообще не видели никаких признаков его присутствия, и он начал уходить, но она перезвонила ему и сказала, что поможет ему найти Катара. И Юки тоже предложила свою помощь. Пока они искали, появился Хаэто Скаро и объяснил, что Катара забрел в чей-то двор, чтобы купить лимон для Рио. Это заставило Рио осознать, что Катара все это время заботился о нем, и слезы потекли из его глаз, когда он поблагодарил Катара за его любовь и доброту. Во время встречи в условленном месте Рио отказал девушке, и она ушла, чувствуя себя полностью отвергнутой. Рио задавался вопросом, принял ли он правильное решение, но когда Хаэто спросил, почему он решил отказать ей, он ответил, что забота о Катаро должна быть его главным приоритетом. Поскольку и Ина Амада, и Юки прислушивались к тому, что происходило за кустами, Юки задалась вопросом, произойдет ли с ними то же самое, если они признаются Рио в своей любви. Но в ответ Ина Амада подчеркнула, что он ей не интересен. Юки тогда спросила, могут ли они стать друзьями, и несмотря на протесты Ина Амады в первом классе, вскоре между ними установилась связь. Позже тем же вечером Тако позвонил Катаре и попросил его пойти с ним на фестиваль, и Ре сказал им, что Катара обязательно придет. Он сообщил руководительнице об их планах, и она дала им разрешение, но предупредила Рио, чтобы он был осторожен с его деньгами. И в ее последнем заказе Сикава подготовил их наряды для фестиваля и показал им, как их надевать. Когда они прибыли на фестиваль, Хаято был удивлен их нарядами и спросил, где они их взяли, но Рио сказал ему, что их подарил ему Сикава. Дети убежали играть, но Рио попытался предупредить их, чтобы они не заблудились, и Хаято пообещал отшлепать Цитаку. По голове. Китара получил сахарную вату, а Тако попытался сыграть в лотерею, в которой нужно было потянуть за ниточку. Однако Рио и Хаято спасли их от напрасной траты больших денег, а затем они столкнулись с Усеа, которая похвалила стиль одежды Рио. А также заметила разочарование Тако и жалобы на то, что он не хочет тратить много денег впустую. Быть допущенным к играм. Юсейда предложила детям поиграть в игру, но сказала, что они должны заплатить первую цену. Однако Тако интересовался только лотереей и начал плакать, и его плач поразил всех вокруг, включая рыбу в воде, пока его брат не ударил его по голове, чтобы привести в чувство. Пришел в себя. Ре взял Таку на руки, чтобы утешить его, но Хаято сказал ему, что он не обязан этого делать, поскольку они находились за пределами школы, и Тако больше не входит в его обязанности. Рио заверил его, что он просто помогал ему как друг, но Хаято продолжал доводить Таку до слез. Они вернулись на фестиваль, чтобы найти игрушечный меч Тако, который он уронил во время игры. Но несмотря на их усилия, они не смогли его найти. Владелец магазина посоветовал им обратиться в бюро находок. Но когда они прибыли в офис, то были потрясены, увидев там Еги и группу других девушек. Он спросил их, что они ищут, и они объяснили, что ищут потерянный игрушечный меч Такой, но при виде детей у него пошла кровь из носа. Дезу, который тоже был в офисе, показал им потерянные и найденные мечи, которые у них были. Но ни один из них не принадлежал Таке. Хаято сказал Таке отказаться от меча и пообещать отвезти его в лотерейный автомат. И хотя Таке было очень грустно расставаться со своей любимой игрушкой, у него не было другого выбора, кроме как смириться с тем, что она потеряна навсегда. Когда они начали лотерею, старик попросил Таку потянуть за ниточку, и Така долго думал, за какую ниточку потянуть, но Хаято вырос. «С каждым днем я становлюсь все нетерпеливее». Как раз в этот момент Катера случайно дернул за веревочку, и чудесным образом появилась игрушка меч Така. Хаято, не теряя времени, расспросил старика о том, где он раздобыл меч, и в качестве извинения им подарили копилку, которая напоминала новейшую игровую консоль. Председательнице это показалось довольно странным, но Сикава был рад видеть, что детям понравилось. В солнечный день на пляже дети наслаждались прохладной водой, в то время как Рио присматривал за ними. Пока их матери не пришли на помощь, чтобы он тоже мог поплавать. Позже иномада появилась в простом и уродливом школьном купальнике, и это действительно обеспокоило домохозяек. Поэтому они сказали ей, что девочкам важно всегда выглядеть красиво, заставив ее следуйте за ними, чтобы преобразиться. Тем временем Юсейда предложила присмотреть за детьми, чтобы Рио мог поплавать, но он отказался, сказав, что его беспокоит то, что Катара не привыкла к пляжу. Он пытался показать своему младшему брату, что вода не такая уж страшная, но в итоге чуть не утонул в процессе, когда на них обрушилась небольшая волна. Дети посмеялись над ним, и он предложил им поиграть в песке. Но пришла еще одна сильная волна, и быстро смыла их песчаные творения, заставив их расстроиться, пока женщины не вернулись с соком, чтобы успокоить их. Тем временем они закончили делать Амаде прекрасный макияж, и она была одета в красивый купальник, но женщины были удивлены тем, что Амада была одета в красивый купальник. Мальчикам не понравился ее новый образ. Однако Амада была счастлива, несмотря на молчание мальчиков, и она продолжала играть с детьми. Маленький ребенок. В то время как Рио с другой стороны изо всех сил старался присматривать за катера, пока он в конце концов не заснул. Позже он наконец вошел в освежающую воду вместе с Хайета, который спросил, не избегал ли он воды из-за того, что не умел плавать. Но он объяснил, что был обеспокоен тем, что оставил своего младшего брата одного, добавив, что ему было жаль, что он не был достаточной поддержкой для своего брата. Но Хайета вбил в него немного здравого смысла, и он приободрился. Вскоре после этого катера проснулся и стал искать своего старшего брата. Он побежал к воде и увидел, как Рио ныряет в воду. Подумав, что его брату грозит опасность, он испугался и бросился в воду, чтобы спасти его, но волны отбросили его обратно в надежные руки матери Мидери, которая удержала его от того, чтобы он снова бросился в воду. Но маленький мальчик был расстроен и начал плакать и звать своего старшего брата, и как только Рио услышал его голос. Он поплыл к берегу со скоростью света, заставив Хайета увидеть, что Рио был еще более цепким, чем его младший брат. В конце концов Рио обнял своего брата и утешил его, подарив ему морскую раковину, чтобы он мог слушать шум океанских волн. В то время как мать Мидери восхищалась близостью между обоими братьями. На следующее утро в детском саду Тако плакал и показал Рио бейсбольный мяч с нацарапанными на нем какашками. Но он был в замешательстве, пока миссис Каметани не объяснила, что это был мяч с автографом, которым Хайета так дорожил. И поскольку это его расстроило, он полностью проигнорировал своего младшего брата. Затем она спросила Рио, не может ли он помочь ей поговорить с Хайета, но он сказал ей, что если он уйдет, некому будет присматривать за детьми. Однако, к моему удивлению, пришла заведующая и предложила остаться с детьми, потому что она не могла вынести, когда плачущий ребенок нарушает покой всей школы. Когда Касима пришел на бейсбольную площадку, он обнаружил, что Хайета агрессивно и сердито размахивает битой. Один из членов его команды сказал ему, что он ведет себя так с самого утра. Он добавил, что Хайета был одним из их самых талантливых игроков, но тренировался недостаточно часто, потому что ему нужно было присматривать за своим братом. Наконец-то, привлекая внимание Хайета, Касима сказал ему простить своего младшего брата, потому что Тако сожалел о своих действиях, и он также объяснил, что Катера был ранен. Кроме того, было уничтожено большое количество его вещей. Он рассказал о некоторых вещах, которые повредил Катера, и последнее, с чем он все еще не мог смириться, это его мобильный телефон, который Катера украл и выбросил в унитаз. В этот момент он чуть не заплакал. Но Хайета успокоил его, и он продолжил, сказав, что малыши на самом деле никогда не хотели причинить вреда, и их действия были в основном случайными. Хайета объяснил, что его не особо беспокоил мяч, но его раздражало отсутствие искреннего раскаяния у Тако, но он все равно сказал, что позволит ему это сделать. Это произошло потому, что в конце концов он был его младшим братом. Тем временем в детском саду Талко продолжал оправдывать свой поступок, говоря, что его брат заслужил это, потому что не захотел с ним играть. Чтобы преподать ему урок, воспитательница пригрозила разбить молотком его драгоценный игрушечный меч. Но он со слезами на глазах умолял ее не делать этого, и она вернула ему меч, прежде чем показать ему, что он сделал что-то похожее на бейсбольный мяч своего брата. И должен признать свою вину. Когда Касима вернулся, он попросил Таку извиниться перед его старшим братом, и тот согласился. Поэтому они подождали, пока Хаста закончит тренировку. Однако, когда Хаэта увидел своего младшего брата, он начал уходить, так что Говорун побежал к нему, спотыкаясь при этом. Он встал и вцепился в ногу своего старшего брата, извиняясь сквозь слезы, в то время как Хаэта погладил его по голове. И также извинился за то, что не уделял достаточно времени играм с ним. Его. По дороге домой Хаэта сказал Рио, что на следующий день они все будут играть в бейсбол в детском саду. И хотя Рио считал, что это слишком тяжело для детей, маленькие мальчики с ним не согласились. В день культурного фестиваля в их школе в детском саду был установлен киоск с закусками, и дети были одеты в надувные костюмы из овощей, чтобы отпраздновать этот день, но это было не так. Это было довольно хаотично, так как они постоянно падали и натыкались друг на друга. Рио с невинным видом сказал, что растительные костюмы Юсейды были оригинальными, но это означало, что он должен был надеть один из них, и появление миссис Кумацуки напугало его. Поэтому он упал и не смог подняться. В конце концов, Тако и Катара присоединились к нему и начали кататься по полу вместе с ним, пока Хайта не пришел им на помощь. Этой Кумицуке срочно пришлось вернуться домой, а ее дочь Кирин была расстроена. Но она заверила ее, что ее отец приедет на фестиваль вместо нее, а затем попросила детский сад об одолжении. Тем временем мужчина с густой бородой встретил Ануи и спросил, может ли он отвезти его в детский сад. Как раз в этот момент ворвался отец Кирана полной волнения, и он расхваливал свою маленькую девочку, которая была одета в свой милый морковный костюм. Поэтому он сфотографировал ее. Кроме того, увидев свою жену, он подбежал к ней с букетом цветов и наклонился, чтобы поцеловать, что чуть не напугало детей на всю жизнь. Она быстро заблокировала его поцелуй и сказала, чтобы он поздоровался с няньками из детского сада. Как ни странно, все ребята были одеты как женщины, а Юсейда использовала очень забавный женский голос, чтобы поприветствовать отца Кирана. Но мужчина раскусил их маскировку и пришел в ярость, когда обнаружил, что его драгоценная дочь была полностью окружена парнями, за исключением милой малышки Мидори. Затем он спросил невинных мальчиков, каковы их намерения относительно его дочери и, будучи детьми, мальчики сказали, что им всем нравится Киран. Но ревнивый отец назвал их грязными тварями. Киран сказала, что они все ей тоже понравились, но Тако сказал, что она ему не понравилась. Удивительно, но это расстроило ее отца, который не мог поверить, что маленькому придурку не понравилась его драгоценная дочь. Отец Кирана был сыт по горло, поэтому он решил забрать свою дочь. Но Рио удержал его и попытался убедить довериться няне. Однако мистер Кумицука поверил, что Рио на самом деле девочка, поэтому он начал изливать на него свои чувства, говоря, что пригласил бы его на свидание 15 лет назад. Однако малышка Мидори закончила шоу, когда стянула парик Рио, обнажив его истинную натуру. Когда отец Кирана снова собрался уходить, Хайта сказал ему, что он не уедет с девочками, и в этот момент с милыми заплаканными глазами. Киран напомнил своему отцу представление, к которому она так долго готовилась. Он сказал ей, что пришел посмотреть на ее выступление, а также познакомиться с милыми няньками, которых он себе представлял. Внезапно в комнату вошел бородатый мужчина грубого вида в сопровождении Ануи и представился отцом Мидори. Он поприветствовал отца Кирана и поблагодарил Ануи, которая была явно убита горем, узнав, что он муж Юкари. Шоу началось, и Киран наконец подарила свой напиток своему отцу, заставив его расчувствоваться, представив, как она взрослеет и когда-нибудь выйдет замуж. Другие отцы были тронуты и присоединились к нему в слезах, а после презентации Катара Сикава захлопал в ладоши из-за спины Рио, напугав его. Его бесполезную задницу, пока он не сказал ему, что пришел принести свои извинения от имени председательницы, которая не смогла прийти, потому что у нее был посетитель. В конце мероприятия отец Кирана предложил подарить им бесплатные снимки, потому что они хорошо заботились о его дочери. Хотя он решительно подчеркнул, что не хочет, чтобы его драгоценная девочка была вовлечена в странные действия с мальчиками. Это был еще один день в общежитии, и так овыл от боли, получив свою ежедневную дозу сильных ударов хаэта. Но его старший брат даже не пожалел об этом и даже пригрозил другим детям попробовать свой металлический кулак, если они будут его раздражать. К счастью, миссис Камината пришла на помощь и вернула должок своему старшему сыну, предупредив его о недопустимости насилия по отношению к другим детям и принося извинения за беспокойство, причиненное ее сыновьями. Она сказала Рио, что он был хорошим мальчиком, в отличие от ее старшего сына с кокосовой головкой. И хотя она задавалась вопросом, откуда у него такое упрямство, ответ был очевиден для всех остальных. Она пришла спросить детей, не хотят ли они посмотреть на птичьи яйца в научной лаборатории, из которых скоро вылупится цыплята. Но еще до того, как она закончила говорить, они уже были в восторге от возможности увидеть цыплят, пока она не сказала, что яйца вылупятся только на следующий день. Не менее взволнованный, Рио сказал, что ему бы очень хотелось, чтобы цыплята были привязаны к нему и следовали за ним, как за наседкой. Но ему сказали, что он был бы очень рад, если бы цыплята были привязаны к нему и следовали за ним, как за наседкой. Он сказал, что дети уже привязались к нему, как цыпочки, и этого ему должно быть достаточно. Позже дети были в научной лаборатории и были разочарованы, обнаружив, что там не было цыплят. Когда они указали на устройство, которое они назвали холодильником, Рио сказал им, что это инкубатор. Но они продолжали кричать, что он лжец. Миссис Камината ушла из Рио, чтобы разобраться с беспорядком, который она создала, но ее сын пригрозил им, чтобы они наладили порядок своим ужасающим кулаком. И они бросились прямо в объятие того, кого назвали лжецом. Когда они немного успокоились, Рио мягко объяснил, что инкубатор поддерживает яйца в тепле и готовит их к вылуплению на следующий день, так что им придется набраться терпения. Однако, в отличие от остальных, Катаро терпеливо наблюдал за яйцами, в то время как его друзья создавали проблемы в лаборатории. Рано утром следующего дня Катаро потащил своего брата в лабораторию, и, к счастью для них, цыплята были очень близки к вылуплению. Поэтому они с нетерпением наблюдали за происходящим и миссис. Камината восхищалась ими, сравнивая их со своими никчемными сыновьями. Прождав несколько часов и почти выбившись из сил, птенцы в конце концов вылупились, и позже птенцы запечатлелись на Катаро, думая, что он их мать. Увидев это, Тако приревновал и тоже захотел поиграть с ними, но ему удалось только рассеять их, и просто когда они хотели поймать цыплят. На подоконнике появилась кошка и тут же захотела схватить одного из них. Однако Катаро инстинктивно пожертвовал собой, используя свое тело, чтобы защитить цыпленка, но был чудесным образом спасен своевременным вмешательством Хаэта, когда он схватил кошку и вынес ее за пределы дома. Когда все закончилось, Рио был впечатлен храбростью своего брата и похвалил его за это. В то время как Катаро была счастлива, что его цыплята остались целы и невредимы. С приближением зимы погода становилась все холоднее. И, к сожалению, Юсейда была одной из первых, кто почувствовал ее последствия. После того, как он заболел простудой, он не смог добраться до детского сада. Поэтому он сказал, что заболел, признавшись Рио, что прошлой ночью он по глупости спал без одежды после простуды «прими душ». Из-за этого Рио чуть было не пожертвовал своим учебным днем, чтобы позаботиться о детях, но Сикава появился позади него и сказал, что он займет место Изады в детском саду. Потому что Изада попросила его помочь. Чтобы доказать, что он справился с этой задачей, Сикава показал ему книгу, которую он изучал, чтобы узнать советы по уходу за такими малышами, как Мидери. В конце концов Рио почувствовал себя непринужденно и передал детей Сикаве, прежде чем отправиться в класс, понимая, что, возможно, он слишком много думал вещи. Поскольку Сикава обычно был очень надежным человеком. Как только Рио ушел, Сикава заметил, что дети нервничают. Поэтому он начал думать о том, как сделать так, чтобы им было комфортно с ним. Когда Катера похлопал его по плечу и ободряюще кивнул в своей детской манере, это побудило его сделать шаг. Он собрал их вместе и признался, что для того, чтобы все прошло гладко, ему понадобится их помощь и поддержка. Услышав это, дети пришли в восторг, потому что это означало, что они каким-то образом оказались главными. И поэтому все они с радостью предложили научить его вещам, которых он не знал. Тем временем Юсейда воображал, что дети будут сильно скучать по нему. Хотя и понимал, что это крайне маловероятно, но как раз в тот момент, когда он хотел заснуть. Раздался звонок от Сикавы. Однако общение в сети было настолько ужасным, что он услышал только, как он упомянул имя Мидории и что-то о чрезвычайной ситуации. Звонок немедленно прервался, и Узаида снова набрал номер, но он был отключен, поэтому он забеспокоился. Очевидно, в детском саду Мидории намочила подгузник, не пощадив спину Сейковы. Поэтому он захотел переодеть ее в новый комплект одежды, и Тако с Кераном охотно предложили свою помощь, но они по ошибке столкнулись и намочили все подгузники. Именно тогда, когда Сикава позвонил, чтобы сообщить Узиде о чрезвычайной ситуации с подгузниками Мидории, вздорный ребенок бросил свой телефон в воду. В результате чего призыв к отключению. Видя катастрофу, которую они вызвали, Керан и Тако начали плакать и обвинять друг друга, и когда другие дети увидели, что они плачут, они присоединились к ним. Входите, превращая это в шумную вечеринку с плачем. Однако Катера молча ободряюще кивнул Сейкове, и тот решил перейти к активным действиям, чтобы взять ситуацию под контроль. Тем временем Рио тренировался со своими одноклассниками, когда случайно столкнулся с Юсейдой, которая мгновенно упала на пол. Он был удивлен, увидев его в школе, несмотря на то, что был болен, поэтому он предложил отвезти его к школьной медсестре, но Юсейда объяснил, что он спешит в детский сад. Потому что ему позвонили по поводу чрезвычайной ситуации, связанной с малышкой Мидари. Когда они добрались туда, они увидели, что детский сад находится в мирном состоянии, а дети весело играют. Итак, Рио спросил Секаву о его так называемой чрезвычайной ситуации с Мидари. Объяснив ситуацию с подгузниками, он сказал им, что уже разобрался с этим с помощью самодельного подгузника. Затем дети сказали Юзаиде, что им и без него хорошо, и они хотят, чтобы он поскорее вернулся домой, чтобы отдохнуть и восстановиться. Это вызвало слезы на его глазах, и как раз в этот момент малышка Мидари выпалила свое первое слово, обращенное к нему, которое прозвучало так, как будто она пыталась произнести его имя. Когда им сказали об этом, ее родители позавидовали, потому что, несмотря на их усилие научить ее своим именам, ее первым словом было имя Узаиды. Имя или что-то похожее на него. Позже Юки подглядывала за Рио, хотя и пыталась убедить себя, что это не так. И пока она пряталась от одного из детей, который заметил ее, иномада нашел ее, заставив отчаянно пытаться объяснить, почему она там оказалась. Пытаясь успокоить ее, иномада предположил, что она стеснялась признаться, что хочет поиграть с детьми. Поэтому она призналась, что она также нашла детей очень милыми. И она могла бы сопровождать ее, чтобы поиграть с ними, если бы захотела. Однако выражение лица Юки говорило о том, что она не разделяет ее чувств. И иномаде сразу стало стыдно за то, что она раскрыла свой маленький секрет. Но Юки призналась, что не очень хорошо ладит с детьми. К несчастью для Юки, которая пыталась быть идеальной для своего прекрасного принца, в этот момент он открыл окно и услышал ее. Но Ахмада быстро вмешался и превратил это в операцию, направленную на то, чтобы заставить Юки полюбить детей. Поэтому она потащила ее в детский сад, подчеркнув, что важно подготовить Юки к ее будущему как матери. Как только Юки попала в детский сад, дети влюбились в нее и были привязаны к ней. Однако иномаде было неприятно, что дети никогда не проявляли к ней такого интереса. Но глупый Рэ не мог сказать ничего разумного, чтобы заставить ее почувствовать себя лучше. Когда они вышли на улицу, няни разделили детей между собой и поставили Юки в пару с катера, так как он был самым спокойным из всех детей там. Всего через несколько минут после того, как Юки взяла его за руку, он показался ей действительно очаровательным. Пока она не увидела что-то похожее на слезинку, скатившуюся с его губ. Глаза наклонился, чтобы вытереть их, но обнаружил, что это была слизь из его носа. Она перепугалась и Тако пришел ей на помощь, сказав, что он не возражает против того, чтобы вытереть противные детские сопли. Однако ей еще предстояло увидеть худшее, когда Керан вернулся с подарками для нее, велел ей рожать руки и благословил ее личинками и тараканами. Неудивительно, что она упала в обморок на месте и была доставлена в лазарет. Но когда она проснулась, то была разочарована в себе и открылась Рио, сказав, что знает, что он и Инамата были разочарованы в ней. Потому что, несмотря на то, что она была юной леди, она проделала ужасную работу по воспитанию детей. Она также сказала, что ее шансы когда-либо выйти замуж практически равны нулю. Однако Рио сказал ей, что он понимает ее, потому что дети могут быть трудными в обращении. Но он заверил ее, что ей станет лучше с ними, если она начнет влюбляться в индивидуальность каждого ребенка. Личность. Пока он говорил, Узаида привела детей, которые хотели извиниться за то, что напугали ее. Керан принес ей несколько цветов и Юки поблагодарила ее и спросила, может ли она снова поиграть с ними в другой раз, чем привела детей в восторг. Сразу же после этого она подбежала к Аматю и обняла ее, одновременно поблагодарив за предоставленную прекрасную возможность пообщаться с детьми, что привело к большому успеху. В ней произошли позитивные изменения. Несколько дней спустя Рио позвонил один из его одноклассников, который приглашал его на прогулку, но он отказался, потому что он не хотел оставлять Катару здесь. Однако Сикава подслушал его и сразу же предложил присмотреть за Катарой, пока его не будет. Потому что председатель сказала, что он это должно побудить Рио общаться со своими одноклассниками. В конце концов он согласился пойти, даже несмотря на то, что это был первый раз, когда он выходил на улицу без своего младшего брата. Поэтому перед отъездом он сказал Катару, чтобы тот был хорошим маленьким мальчиком по отношению к Сикаве. Они были только вдвоем. Сикава решил разрядить обстановку, спросив Катару, не хочет ли он перекусить, но его стратегия не сработала и он решил поиграть с ним. Тем временем Рио только что прибыл на место встречи, а вскоре после этого появился Хайата со следами укусов на щеках. Он объяснил, что это произошло из-за того, что он отказался позволить Таке следовать за ним. Но после того, как его укусил младший брат, он благословил его своими золотыми кулачками и ушел. Он также сказал, что в отличие от Рио, который так сильно любил своего брата, он не испытывал ничего подобного к Таке. Поэтому мальчики пригрозили разрушить его репутацию в глазах девочек, рассказав им о том, какой он плохой старший брат. Дома Сикава хорошо справлялся с катера, и он нарисовал лицо Рио на мяче, заставляя малыша гоняться за ним до тех пор, пока мяч привел мальчика в библиотеку. Сикава сказал ему, что библиотека принадлежала покойной паре, и они, как и катера, были глубоко влюблены в книги. Кроме того, несмотря на то, что сварливая пожилая леди сказала, что ему нет смысла убирать комнату, в которой больше нет жильцов, она иногда убирала, это произошло. Вероятно, из-за Рио и его младшего брата. Прервав его размышления, катера дал Сикаве книгу любовных стихов, чтобы он прочитал ей вслух, а потом пожилая леди увидела их у окна. И удивилась, что за чушь Сикава читает маленькому мальчику. Было немного поздно, но Катара с нетерпением ждал возвращения своего старшего брата, и когда Рио вошел, его младший брат подбежал к нему и обнял. Он подарил ему сувенир, который он получил от фильма, который смотрел в кинотеатре. И хотя это была модель зомби, Сикава с радостью принял ее и сказал, что благодарен ему за время, проведенное с маленьким катера. Их прервала пожилая леди, которая отправила Сикаву готовить ужин, и Рио, поразмыслив, понял, что им было достаточно комфортно, чтобы назовем этот дом их новым домом. Наступил декабрь. И вместе с ним появилось множество украшений, поскольку люди готовились отпраздновать Рождество. Катара был одержим Санта-Клаусами на каждом углу до такой степени, что однажды действительно опоздал в школу. Когда они пришли в детский сад, он продолжал пялиться на листовку с маленьким изображением Санты на ней. Така пришел и сказал ему, что встретил гораздо более крутого Санта-Клауса в универмаге и даже попросил у него подарок. Однако бездельник Юсейда сказал ему, что из-за того, что он плохой мальчик и не ест брокколи, Санта не навестит его. Это заставило маленького Таку плакать, пока его старший брат не пришел ему на помощь и не вбил немного здравого смысла в глупую голову Юсейды. Но Така все равно хотел знать, посетит ли Санта их дом. Однако его мрачный старший брат начал рассказывать ему, что их мать купила им подарки в универмаге, пока Рио быстро не закрыл ему рот, чтобы не дать ему полностью разрушить надежды мальчика. Однако Катера подбодрил своего друга, когда тот назвал его хорошим мальчиком и сказал, что Санта обязательно придет. Начался обратный отчет и до Рождества оставалось всего несколько дней, так что все дети были очень взволнованы. В то время как их родители ломали голову над тем, какие подарки им подарить. Надо бы за ними сходить. За три дня до знаменательного дня Рио беспокоился о том, как одеть Санта Клауса для своего брата и других детей, поэтому он хотел посмотреть, сможет ли он подойти на эту роль. И попробовал заправить в рубашку какую-нибудь одежду, чтобы создать характерный животик Санта Клауса. Когда его друзья увидели, что он делает это, чтобы сделать своего младшего брата счастливым, они были очень тронуты. Несмотря на то, что его телефон был поврежден и он не мог искать костюмы в интернете, они решили помочь ему. Хайта внезапно покинул класс, и Рио захотелось последовать за ним, но он отказался и направился прямо в кабинет заведующей. Наконец-то наступило Рождество, и в доме стояла великолепно украшенная рождественская елка, которая повергла обоих братьев в благоговейный трепет. Еще более удивительным было то, что Сикава устроил на столе большой пир, который превысил то, что могли съесть братья. Однако Катара была опечалена тем, что некому было посидеть с ними за столом, потому что у председательницы был важный ужин, и Сикава тоже не смог присутствовать. Останься, потому что он был занят. Перед отъездом он сказал братьям, что очень рад, что они оба скучают по нему, и с удовольствием поужинал бы с ними, если бы ему не нужно было уезжать. Очевидно, что Катара был недоволен, поэтому Рио подбодрил его, сказав, что они должны поесть и дождаться Санту. Сказав это, Рио искал способ переодеться в костюм Санты, чтобы преподнести подарок своему младшему брату. Но Катара расстроил его планы и не оставлял ему никакого пространства, поскольку был прикован к нему на каждом шагу. Внезапно раздавшийся звонок в дверь прервал размышления Рио, и когда он открыл дверь, то с удивлением увидел Санта Клауса вместе со своими друзьями, родителями и детьми из детского сада. Сикава и председательница также присутствовали, и она вручила ему небольшой подарок, сказав, что она ушел с мероприятия достаточно рано, чтобы успеть вовремя. Братья были по-настоящему счастливы, и когда Рио открыл свой подарок, он увидел новый телефон, точь-в-точь похожий на его старый телефон, который сломался и понял, что именно Хаэто рассказал председателю о своем сломанном телефоне в тот день, когда он вышел на улицу без него. Несмотря на то, что их родителей больше не было, мальчики обрели дом с людьми, которые так сильно любили их и заботились о них. И в завершение всего этого они все собрались, чтобы сделать фотографию, запечатлевшую незабываемые воспоминания об этом прекрасном дне.